Бруклин Продакшн представляет Приветствую вас на канале Опасная Бритва Бруклин Продакшн. Меня зовут Павел. И сегодня будет обещанное бритье, которое вы видели в анонсе моего канала. Значит, расскажу вам кратко предысторию всего этого дела. Я оставил комментарий с тем, что я хотел бы попробовать побриться Т-образным станком. Я никогда не брился Т-образным станком. Когда-то в юности я пробовал, как все начинают, каким-то жилетом с двумя лезвием. Потом был Мак-3 с тремя лезвиями. И в итоге я потом, мы когда переехали в Соединенные Штаты, я уже здесь перешел на электрическую машинку. И на самом деле этим очень много лет брился. Потом я перешел на опасную бритву, как правильный вид бритья, скажем так, для себя. Значит, я обмолвился, что хочу попробовать. И мои подписчики, и ребята, с которыми мы общаемся, и вы общаетесь на YouTube, на форумах, в Facebook, поддержали эту идею. Мол, давай-давай, мы хотим это увидеть. Но вот, в общем, сегодня будет такое видео. Я постараюсь. Значит, что я сделал? Я подошел к этому немножечко конструктивно и серьезно. Я обратился к Вадиму. Вадиму Home Like Vaping. Это человек номер один для меня в Т-образных станках, бритье Т-образными станками. Поэтому я ему написал, Вадим, что вы думаете, как это лучше сделать и все остальное. Я написал, Павел, не волнуйся, все нормально, говорит. Не сильно заморачивайся, купи Wilkinson Sword, такую бритву. Прислал мне ссылку на Amazon, говорит, это достаточно хорошая бритва, но для начинающих, для одного, скажем, для одного раза попробовать, вот то, что надо. Через пару дней я заказал себе эту бритву. Потом смотрю, очень странная ситуация. Смотрю, расчетное время прибытия бритвы, чуть ли там середина декабря. Думаю, елки-палки, что это такое, непонятно. Залажив историю, смотрю, оказывается, мне ее послал Royal Mail. Я ее заказал с Великобритании. Так тоже бывает. Я заказал ее с Великобритании, но я уже понял, что ждать ее долго и непонятно когда. А хотелось бы попробовать это дело. И я полазил по закромах и нашел у себя дома Т-образный станок. Т-образный станок, который был куплен больше 20 лет назад в Украине. Наверное, сейчас я вам покажу его. Это вот такая коробочка. Вот такая коробочка. Наверное, такой ширпотребный станок, который привозился в нашу страну. Совершенно бюджетный вариант. То есть обычный станочек. То есть я хотел побриться этим станочком. Вы его видели в рекламе, в анонсе этого видео. Но потом что-то я подумал, что это будет какая-то отмазка. Отмазка так просто сделать и забыть. Я подумал, надо сделать все хорошо и красиво, потому что вы хотите видеть это все красиво и правильно. И чтобы было всем приятно смотреть, а не просто побриться непонятно чем и как. Значит, сегодня я пошел и приобрел вот такой вот станочек. Вот посмотрите. Вот такая фирма. Вандер Хаген. То есть это уже станок, который, как мне кажется, достаточно достойного вида и достойного качества. Значит, этот станок сделан, как вы поняли, немецкой компанией. И он продается с лезвиями. К нему идет 5 лезвий и станок типа бабочка. Баттерфлай. Значит, сами лезвия сделаны в Зоринге, немецкие. Станок сделан в Китае, а все это дело собрали у нас здесь в Соединенных Штатах и запаковали, и продают. В общем, такая игрушка. Вот так это выглядит. Вот такая коробочка. Кому интересно, смотрим. Сейчас я его открою. Вот так вот вынимается. Красивый станочек такой. Значит, вот такой станочек. Вот так. Здесь логотип компании. Ван Дерхаген. И к нему идет вот такая коробочка с 5 лезвиями. 5 лезвиями. Тоже все фирменные лезвия. Я, кстати, купил лезвия, хотел попробовать. Опять же таки, все говорят, я никогда не пробовал. Хотел попробовать. Самые острые лезвия это Fizer. Вот у меня есть на всякий случай еще такие лезвия Fizer. Я взял на всякий случай, не знаю. Значит. Станок сделан из латуни. Хромированный сверху. Как крутится. Ну, обычная бабочка. Открывается. Мы сейчас положим то лезвие. Их фирменное лезвие. Так, хорошо. Лезвие тоже легко открывается. Ничего не приклеено. Вот такое лезвие. Написано. Ван дер Хаген. Айстемперед стемлый стил. Мэйдин Чёрмани. Уже приятно. Уже приятно, что не какой-то левак. Значит. Перед тем, как это все дело положить туда, я хотел бы... Сейчас обратно все это положу. Саша провел лекцию по долянам. С тем, что все надо тщательно-тщательно промывать. Вот. Я специально уже подготовился к этому вопросу. Саша, я реально подготовился. Видишь. 91% спирт, который использую при массаже, при дезинфекции, при всякой такой ерунде. У нас продается вот такой флакон. Здесь 473 грамма. Он стоит где-то 1,5 доллара. Или доллара. Я не знаю. Где-то вот так вот он стоит. Очень хороший спирт для таких вот целей дезинфекции. То есть я возьму... Смочу. Оп. Уже на себя вылил. Но ничего страшного. Так. И по возможности протрем весь станок. Хотя он новый, с коробки. Ну, кто его знает. Правильно? Правильно. Береженый лоб убережет. Так. Промыли все. Будем считать. Дезинфекцию мы провели. Такую первичную. Сейчас немножко выдавлю спирта на него. Вот так вот. Все. Промыли. Лезвие, надеюсь, не надо промывать. Наверное, не надо. Хотя, может и надо. Я не знаю, ребят. Честно, я не знаю. Первый раз вот это вот действие. Так. Так. Лезвие кладем любой стороной, да? И закрываем его. Закручиваем. Оп. До упора. Как видите, все стало... Вроде очень ровненько все. Очень ровненько, да? Какие-то пылинки. Это уже не важно. Так. Наверное, еще надо промыть водой. Это мы попозже сделаем. Так. Значит, сегодня я буду использовать такую косметику. Я решил использовать в компании Прораза. Пришейф Прораза взять. Потом... Использовать мыло Прораза. Из той же серии. И... Будем избивать пену вот таким помазком. Кабанчиком. Которым в последнее время я пользуюсь очень хорошо. Ну, и Автошейф будем использовать вот такой Прораза. Прораза Автошейф. Хоть моей жене он не очень нравится. Но пока я нету дома, будем использовать. Так. И на всякий случай я еще вот такую штучку быстренько подсуетил себе. Резурак. На всякий случай. Не знаю, ребята. Безопасная бритва. Но надо быть готовым ко всему. Так. Что у нас еще? И еще самый последний вариант. Это у нас на крайний случай вот такая вот бритва. Вот такая вот бритва, которой я умею все это делать. А безопасной бритвой я сегодня буду первый раз пробовать это делать. На всякий случай просто положу. Наверное, она не пригодится. И хорошо, что не пригодится. А сейчас я намочу лицо и попытаемся делать наши действия все. Чудо! Отлично. Хорошо. Значит, будем наносить пришейф. Отлично. Надо было яичку, конечно, вытереть лицо от воды. Да, бог с ним. Да, имею такую бороду. Много пришейфа уйдет. Борода забирает все. И дул, и пришей. Помните, как в том ролике квартала 95-а? Так, хорошо. Забыл сказать, мои щетины где-то дней 10. Вернее, не где-то, а ровно 10 дней. 10 дней. Местами я ее подровнял. Да, и самое главное, забыл вам сказать в начале видео. Хотел сказать и совсем забыл сказать. Когда я делал эксперимент по поводу бороды, как будут люди относиться. Помните, да? Так, чтобы вам не терялась линия всей этой истории. Значит, нормально, абсолютно все нормально. Видать, это знаете, когда в первом классе мальчик приходит постриженный коротко, все кричат. А-а-а, ты лысый. А когда уже в 40 лет, так уже думают, все осознанно. Все осознанно. И как-то особо люди внимания не обращают. Так что все дело у самого тут в голове называется. Если вы себя чувствуете как-то некомфортно, то это временно. На самом деле, это временно, как бы вы должны привыкнуть. Вы думаете, что на вас смотрят, вы думаете, на вас что-то происходит. Ничего подобного. Все занимаются своими делами. Да, люди обратили внимание, что что-то не то. На самом деле, ничего такого глобального нет. Так что смело делайте эксперименты. Носите бороды, сбривайте бороды, носите усы, сбривайте усы. Я не говорю нагло волосы сбривать, хотя люди, он тоже, я смотрел недавно видео, я посмотрел, говорю, честно говоря, первый раз смотрю, очень жесть, жесть. Я к этому не готов морально. Так. У меня есть подготовлена уже тряпочка. Сейчас будем наносить компресс. Вот такой горячий, зараза, компресс получился. Ну, что себе. Вот такой компрессик. Смываем лишний при шеях. Как ненужный. И вот что я забыл, ребята, забыл, забыл замочить помазор. Ну, это буквально 5 секунд дело. Немножко намочим его и пустим вход. И пустим вход. Немножечко неправильно, конечно, было чуть-чуть больше, чтобы полежать. Но ничего страшного. Так. Ничего страшного. Мыва, я уверен, нормально согьется. Мыло хорошее, прораза. Сейчас наберем вот так на полнозор. Вот, падает. Хочется показать, как мы его теряем. Нет, мы сейчас остатки мыла. Сейчас мыла ложку, 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 ложку. Оба. Сегодня я так планирую провести три прохода. Так как с опасной бритвой. Спокойно, ненавязчиво, три прохода. Без каких-либо продолговатых движений. Хотелось бы так сделать. Так. Посмотрим, как оно будет дальше. Так, решаем, работает. А мы пену взбиваем. Ну, знаю, видно или не видно, но потихоньку пену взбивается. Хорошо, остановимся на этом варианте. Если что, если что, добавим. Так, наносим. Вот так хорошо. Пена летит в разную места. Так, хорошо, нанесли пену. Отлично. Ну, что, станочек. Вот такой станочек. Ван Дархаген. Красавец. Блестящий. Люблю такие вещи. Красиво. Сейчас смолим водичкой его на всякий случай. Сейчас попробуем. Я, честно говоря, не знаю, с какой он бреет, с какой стороны. Но попробуем. Давайте сначала вот так. Видите, пропускает. Пропускает, наверное, потому что забивается. Наверное, потому что забивается. Сто процентов. Очень большая для него эта. Так, хорошо. Как это уже кровь пошла, я не знаю. Не знаю, ребята, не знаю. Нормально, что-то уже себе срезал лезвием. Нормально. Мягко идет, совершенно мягко идет. Что я срезал себе. Мягко идет, мне нравится. Ну, реже тоже мягко. Ну, реже тоже мягко идет. 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 Что-то такое срезал, ага, вот, видите, ребят, что-то срезал, именно порезал, это порезал со стопроцентом, что-то не срезал, я никогда так даже опаской не резался в последние, наверное, года полтора, ну, красота, ну, мягко, мягко, но он как-то, он с одной стороны сбревает, вот я чувствую, с другой стороны, наверное, как, я не знаю, как тупой какой-то шук-шук-шук-шук-шук-шук, вот так как-то делает, непонятно, так, где-то у меня висок, он хочет промываться, растительности, конечно, много, нельзя такое допускать, бреетесь, наверное, Т-образными станками постоянно, то есть, это так, как бы эксперимент, поэтому и растительность есть, только, хорошо, подходит к завершению первого, немножко царапает кожу, дергает, немножко дергает, не знаю, любители станков мюлли, так называемые головы R-41, тапками не кидаетесь, реально делаю это первый раз, вот этим станком, первый раз в жизни, клянусь, все интуитивно, абсолютно, никакой технике и даже не проглядывается. чувствуется просто вот эта гарда, которая защищает, так более уверенно, знаете, вот я ее взял, тут порезался, уже посмотрите, что творится, тут что-то порезался, блин, я так опаской не резался, давным-давно уже, но сам факт то, что вот эта гарда, с одной стороны, вот я как бы расслаблен, честно вам скажу, я расслабился, может, поэтому еще и порезался, более аккуратно, так, хорошо, сейчас я выравниваю виски немножечко, непонятно тоже, как их выравнивать, сейчас где-то так-то, ну вот, первый проход с станком сделан, первое впечатление, ну как, я не знаю, он вроде бы очень острый, он вроде бы идет очень хорошо, на самом деле, наверное, хорошо идет, как для Т-шки, потому что я не знаю, как она идет хорошо, или как она может идти плохо, не знаю, сейчас второй проход сделаем, сейчас я умоюсь, ну уже молодость начинает проявляться, проявляться вот за этой вот бородой, вот за этой вот маской, такой выходишь весь, такой весь, не знаю, не знаю, для меня это очень сложно, так, хорошо, не будем долго говорить, можно наносить пену, наша задача сегодня, как можно лучше побриться, попытаться сделать, сейчас вот этот помазок из кабанчика позволяет хорошо массировать кожу, занести пену в самые труднодоступные места на коже, как бы и вот обеспечить скольжение лезвия, так, вот наш станок, сейчас еще раз пробуем, цацка, блестящая, значит, я сейчас хочу вот так вдоль пройтись, идет нормально, нормально идет, небольшой такой шорох, для меня не свойственно, такие звуки, такое как бы шуршание, как машина, вот эта вот, которая, знаете, улицы убирает, у нас есть такие машины, которые чистят асфальт, от нагара, там, от мусора, вот у нее такие железные щетки, чистая, опа, так, хорошо, немножечко пена подсыхает, когда она, все-таки пришел, вот мне как-то посоветовал Александр Будулай, вот давно еще, я помню, когда мы только познакомились, он мне говорит, попробуй в три прохода, в три прохода, вот, мне нравится, вот я, получается, волосы настолько растут в разных направлениях, что когда сверху вниз, снизу вверх, но очень часто не хватает вот этого прохода вдоль, для себя только что, какое-то движение сделал непонятное, я думал, что по лубам уже лезвие прошлось, я не знаю, ну вот, второй проход нормально, считаю, достаточно достойно, все, конечно, кулится, сейчас будем финально проходить, так, сейчас улыбаюсь, так, сейчас улыбаюсь, ну вот, все кулится, как после первого прохода опаской, точно так кулится, так, ребята, сейчас быстренько проносим пену, не даем коже расслабиться, высохнуть, потерять влагу, небольшой слой кожи, верхнего слоя лезвия сняла, конечно, не так, как опаска сразу снимает, потому что опаска, она немножечко, даже по своей конструкции должна быть острее, ну, если она правильно заточена, не всегда она бывает правильно заточена, даже правильно заточенные опаски тоже имеют способность тупиться, через какое-то время ее нужно править, а это мы узнаем только уже в процессе бритья, вот, начинаешь брить с опаской, смотришь, что-то не то, значит, уже нужно ее как-то поправить или перетачивать, так, еще раз попробуем так, как мне сказали, Паша, попробуй и в хвост и гриву, вот этот помазок, вот, пожалуйста, вот, сейчас уже помазок работает, как зверь, вон, ребята мне говорили, распуширился, свои кончики вот эти, распуширил, пену сбивает, называется, доставляет полностью удовольствие, по полной программе, так, пену не будем жалеть, консервировать ее не будем, так что, опс, так, ну что, ребята, final, ну, проходимся, мягко-мягко идет, нормально, мне нравится, новые ощущения, как для меня, не, остается все равно все, ну, сейчас лучше, не могу вам сказать по поводу агрессивности, я не понимаю, что это такое, когда говорят, это более агрессивно, это менее агрессивно, вот мне попался вот этот станок, которого я, я не знаю, на него давить надо, на него давить не надо, некоторые говорят, Паша, ты давишь на бритву, иногда получается так, на самом деле, почему, потому что у разных людей, особенно врачам, это должно быть известно, вот есть подкожный какой-то жир, это как я понимаю, и вот он вот так вот катается, вот есть люди худощавые, вот им бриться, опасной бритвой намного сложнее, чем мне, допустим, мне это, говорит, харя в телевизор не влазит, уже все, надо худеть, но, в всяком случае, я чувствую, второй раз проходится, что это такое, кусочки кабанчика, кабан начал линять, или кто, что я вижу, что я вижу, то, что она там где-то меня порезала, здесь, это бог с ним, но я вижу такое покраснение, вот здесь, видите, вот такую область, то есть какое-то раздражение от лезвия, вот, что-то я его кручу, я думаю, что такое, я его потихонечку раскручиваю, он видел, здесь что-то конкретно зацепил, да ладно, бог с ним-то, так вот. Вот эти лезвия я первый раз вижу, вообще с лезвиями первый раз на самом деле, потому что обычно в одноразовых станках льда установлена всё, жёстко идёт, очень жёстко идёт и очень неприятно, это как знаете, плохо вытащенная опаска, она тоже тут жёстко идёт, чуть-чуть жёстко потому что здесь получается жёсткий волос, если опаска очень хорошо заточена, вот тоже я такой для себя сделал пример, вот видите, мало того, что здесь где-то порезалось, так ещё вот такое, какое-то уже пошло воспаление, не воспалило воспаление, это вот раздражение. Так, сейчас я немножечко ближе к зеркалу. Немножечко ближе надо бы всё это повредить. потому что не видно, уже зрение не то. Так, ну что, опять кровь идёт, нормально, какие-то мелкие порезы, мелкие. Так, хорошо, сегодня я нарезался достаточно, последний раз я так, что-то ещё колется, сейчас ещё раз умываюсь. так, ну такие какие-то вещи, тут ещё, наберёт она больше, что-то кровь идёт нормально-то, вообще, сейчас у меня ау-нит есть, ау-нит. Ну что, ребята, сегодня вот такое кровавое бритьё, тут что-то порезался, тут уже чуть-чуть порезался, тут тоже что-то порезался, но какой мой опыт с бритьём безопасной бритвой? Как мне кажется, ребята, абсолютно ни на что не претендую. во-первых, надо научиться и тоже бриться, тут без ослов, я первый раз взял, схватил и быстро туда-сюда, 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 вот мы имеем такой вот, какой-то такой вот. честно говоря, я не думаю, что у меня такая вот сильно щетина, жёсткая ерунда, для такой острой лезвия по барабану всё работает, всё отлично. просто надо научиться опять же таким. Но, как мне кажется, хорошо порезался, как мне кажется, это лезвие, оно, не знаю, не тупит, как я говорю, как машина вот эта. Вот мы вот так вот его кожу свою, она острая и всё равно не даёт правильно сблить. Вот эта гарда, она защищает, чуть-чуть поднял выше, чуть-чуть ниже, она раз срезает, то есть нужно опять же научиться как-то приспособиться. Поэтому и говорят, наверное, более агрессивная идея лезвия выставлена, более там под каким-то углом, более спрятана, более это вот, я не знаю, эту всю историю. Для меня, вот, человека, который бреется уже какое-то время опасной бритвой, реально, говорю, мне проще, мне проще, и ощущения совсем другие, ощущения какие-то более лёгкие, потому что вот я знаю, что бритва бывает очень хорошо вытащена, бывает около того, вот около того, она не работает хорошо, и тоже начинает себе что-то вот такие вот, типа, что-то шуршать там делать, никуда не годится. Единственное, что хорошо с такой вот безопасной бритвой, мы лезли, знаем, сколько уже приблизительно лезвия должно работать раз на вашей коже, с вашей оброслостью, скажем так, потому что у кого-то там чуть-чуть вот тут, чуть-чуть вот тут, и всё, он там мылится, всё это делает, делает, но на самом деле там чуть-чуть, и не так шур, как у меня вся рожа в этом деле. И сегодня такое было экстремальное бритё, 10 дней я не брелся, и вот так вот всё обросло, как у Деда Мороза. Это очень неправильно, скажем, для этой бритвы, и очень агрессивно для этой бритвы, и такой просто опыт, чистый опыт, посмотреть, как это всё происходит. Я считаю, что сегодня всё было достойно хорошо, но больше я и бриться не буду, однозначно. Пока я и бриться не буду, пока я возвращаюсь в свои опасные бритвы, буду и бриться опаской, и радоваться, и радовать вас, надеюсь, потому что какими-то новыми изысканиями, новыми техниками, ну и чем-то своими ощущениями, ощущениями от всего происходящего. Что я вам ещё хочу сказать? Всем спасибо за внимание, ребята, очень рад, что вы посмотрели это видео, посмотрели, наконец-то я сделал для себя такой шаг, я попробовал, мне не совсем комфортно, ну то есть можно бриться нормально абсолютно, но не совсем комфортно для меня, у меня сейчас опаской намного комфортнее. Говорю вам, научитесь опаской бриться и забудьте про эти все лезвия, всю эту остроту, неостроту, бритва опасная, это вот так. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, пока! Спасибо за просмотр!